Живете ли вы там, где прописано? Если нет, то вас могут оштрафовать на 5 МРП. С нового года войдет в действие новый административный кодекс. Мнение юристов и жителей города по этому поводу узнавала Алина Акбаева. С 1 января 2015 года вступит новый кодекс, согласно которому граждане республики, проживающих не по месту регистрации, будут оштрафовать. Этот законопроект предусматривает усиление ответственности граждан за нарушение регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства. Нарушителям грозит сначала предупреждение, а затем штраф в размере 5 МРП. При повторном нарушении в течение года штраф составит уже 10 месячных расчетных показателей. Такого нововведения жители опасаются и считают, что закон нужно дорабатывать. Очень сложно. Почему? Почему? Потому что вы можете здесь не прописано быть, прописано у родителей, а здесь жить, снимая квартиру. Как же вас пропишут так вот? Я считаю, что нет, не получится. Ну, я живу в Раскакане, я снимаю квартиру, но, в принципе, у меня есть тут родственники, знакомые, я могу там зарегистрироваться, но для других студентов, я думаю, это трудно. Ну, конечно, чтобы строили больше, вот, тогда будет это. И общежитий нету. Не знаю, как. По квартирам очень тяжело, суммы большие. Ну, для студентов, я думаю, это очень сложно, так как они еще с приездом и дополнительная тяга, работа с документами и все такое может привести к проблемам. И, не знаю, это, ну, это приведет много флопот, короче. Юристы говорят, что здесь две стороны медали, и нужно вводить эту норму, не торопясь. С одной стороны, внесенные поправки доставят много неудобств студентам и молодым семьям при перемещении по стране, при получении медицинских услуг, при официальном устройстве на работу, а также это приведет к росту и без того высоких цен на арендное жилье. А с другой, этот законопроект позволит найти скрывающихся должников по месту жительства, тем самым облегчит и ускорит работу судов и военкоматов. Я предложил бы непосредственно, не торопясь вводить эту норму. Например, НОЦА же случился, когда ввели норму правила дорожного движения, то, что парковка запрещена, где нету соответствующего знака. То есть, получается, везде запрещено. То есть, по аналогии можно сравнить эту норму с правилами дорожного движения. То есть, не торопясь еще раз обсудить эти нормы. Может, в виде исключения какие-то прописать те же самые студенты, те же самые молодые семьи, которые не имеют жилье. То есть, в таких случаях как быть? Пресс-службе ДВД пока отказываются комментировать нововведения. Они ожидают официальный приказ со стороны. Между тем, граждане задаются вопросом, как будут выявляться нарушители и что им делать, чтобы не быть оштрафованными. Алина Акбаева, Диас Нурмуханов, Владимир Ванюк, 5 канал.